Если вы запланировали на этой тренировке выучить новые упражнения, то порепетируйте эти же движения на суше. Выполним сгибание и разгибание позвоночника. Причины, по которым вы все еще не делаете разминку. Ты записываешь вообще? Да. Не получается на суше, не получится и в воде. Привет, чемпионы! Не удивляйтесь, что сегодня за мной не привычный нам бассейн, а спортивный зал, потому что мы сегодня говорим не о плавании, а о том, что происходит до плавания. Это разминка. И если вы не привыкли разминаться до плавания, то сейчас я подберу вам несколько причин, по которым стоит начать это делать. Давайте начнем с простого. Разминка предназначена для того, чтобы подготовить свое тело к плаванию. И с самых первых метров начать плыть более свободно, эффективно и раскованно. Без риска травм. Это очень важно. Причина номер один – это подготовка суставов и предотвращение травм. В этом нам помогут простые движения, которые улучшат кровоснабжение в наших тканях перед тем, как мы зайдем в воду. Перейдем к практике. Потяните лопатки назад, к позвоночнику. Затем поднимите их вверх, к затылку. Выполните движение вперед, к носу. И опустите лопатки вниз, чтобы впоследствии снова потянуть их назад. Выполняйте каждое движение с максимальной амплитудой. К кругу лопаток мы добавим движение рук. И начнем снова с приведения лопаток к позвоночнику. А затем, поднимая лопатки вверх, поднимем вверх и руки. Старайтесь поднять руки вверх за голову. После чего потяните лопатки вперед и опустите руки вниз вместе с лопатками. Начните круг заново. Выполним сгибание и разгибание позвоночника. Опустите ребра вниз и подкрутите копчик вниз. У нас получится сгибание. После чего тяните ребра вверх, поднимая копчик вверх. У нас с вами получится разгибание. Выполняйте это движение в комфортной для вас амплитуде. Нигде не должно быть болевых ощущений. Выполним наклоны вперед, сгибая тазобедренные суставы. Чтобы не сгибать поясницу, тяните копчик вверх и наклоняйтесь вперед. Сохраняйте прогиб в пояснице. Чтобы размять колени и голень, выполним приседания. Приседайте в той амплитуде и в той манере, которая для вас комфортна и не вызывает у вас никакой боли. Сделайте 10-15 приседаний и вы почувствуете, как ваш пульс поднимется, а тело разогреется. Мы запустили онлайн занятия в Zoom, на которых занимаемся гибкостью, мобильностью. И добавляем силовые упражнения, чтобы наши мышцы были готовы к тренировкам на воде. Для записи на занятия оставьте заявку по ссылке в описании. Причина номер два – это подготовка нервной системы к тренировке. Наша нервная система адаптивна и настраивается на те задачи, которые мы ей предлагаем. Поэтому, если вы провелись целый день за компьютером, то можете к концу дня обнаружить себя согнутыми, сутулившимися перед монитором. Все потому, что наш мозг настроен на решение задач и расслабил, разгрузил наше тело. Поэтому перед тренировкой нужно немного выбросить свою работу из головы и переключиться на внимание к своим движениям на суше и в воде. Во время разминки прокрутите программу, которую планируете сегодня выполнить. Или спросите у тренера, на что обращать внимание на сегодняшней тренировке. А еще лучше вспомните, какие замечания он давал вам на прошлой. В общем, подумайте о своем плавании и подготовьтесь. Причина номер три – это имитация движений. Если вы запланировали на этой тренировке выучить новые упражнения, то порепетируйте эти же движения на суше. Это поможет вам адаптироваться и потом выполнить все, находясь на дорожке. Не получается на суше – не получится и в воде. Как пример, мы знаем, что движение на вдох выполняется с помощью двух отдельных движений. Поворот головы и поворот корпуса. Объединив их вместе, можем имитировать плавание. Голова, корпус, голова, корпус, голова, корпус и так далее. Тренируем поворот головы и ротацию корпуса. Это мы будем использовать и в воде. Причина номер четыре – это подготовка тела к холодной воде. Разминайтесь до тех пор, пока не почувствуете легкое тепло. Тогда и погружение в воду пройдет гораздо легче. Вот ради таких моментов и стоит жить. Ну и чтобы поднять температуру тела, нам нужно вовлечь в работу как можно большее количество суставов. Поэтому берем упражнения из раздела 1 и объединяем их все вместе. Когда руки проводим, перед собой сгибаем позвоночник. А когда руки проводим за спиной, разгибаемся в позвоночнике. А если у вас найдется резина для разминки, то мы записали для вас комплекс упражнений, которые вы найдете вот в этом видео. Итак, мы размялись на суше и все-таки прыгаем в воду. И вот здесь нам помогут упражнения, которые расслабят нас, сделают нашу технику более плавной. Это такие упражнения, как шлепок-пронос. Вальс-бастон. Плавание на кулаках. Или сцепка, на которой мы можем полежать и почувствовать опору воды. Пробуйте, комбинируйте и напишите нам любимое ваше сочетание. Итак, чемпионы, я назвал вам четыре причины, по которым стоит начинать тренировку с разминки на суше. И хотел бы услышать от вас причины, по которым вы все еще не делаете разминку. Пишите в комментариях. Пока. Не знаю. И черед... Все в конце заруинилка. Кубичный бассейн, а тренажерный... Блядь, какой тренажерный? Он обычный. Зал спортивный. Такие типа, а че? Но... Какого? 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 Ин Kern. 之圧? Какого? Ваути. Какого? Какого? Где-то 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 где-то, я- Dec Light. Какого номерства? Я Какого-то куемо? Какого? Какого? Какого?